Это вылечиться сложно, а найти заболевание при современном уровне развития медицины элементарно. Так говорит кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Насколько развит уровень медицины в нашем Кингисепском районе? Сегодня поговорим об этом с главным врачом Сергеем Геннадьевичем Соболевым. В прямом эфире главный врач ответил на вопросы ведущей. К разговору в студии периодически подключались телезрители и задавали свои вопросы по телефону. А в самом начале беседы разговор шел о таком сезонном явлении, как грипп и простудные заболевания. На сегодняшний день у нас отмечается стабильная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРЗ. У нас сейчас заболеваемость на сегодняшний момент на уровне января 2013 года. Это порядка 1150 случаев на 100 тысяч населения. Такой есть показатель у нас в медицине. Сергей Соболев отметил, что, хотя нестабильная погода очень способствует распространению вирусов, но в этом году эпидемического роста заболеваний нет. Мы ситуацию расцениваем как стабильную и считаем, что здесь большую роль принесло то, что в этом году мы провакцинировали большое количество жителей нашего района. Это больше 15 тысяч, это 21% нашего населения вовремя, сделали это вовремя, поступившей вакциной. Поэтому не отмечаем большого роста заболеваемости. Также главный врач отметил, что вакцинации населения уделяется большое значение. Но прививаться надо вовремя. Сейчас это уже поздно делать. Прививаться надо вовремя. И мы приглашаем всех и на будущий год. Прививаться бесплатно. Мы прививаем как в Книссепи, так и в Ивангорде, так и во всех поселениях, где есть медицинские пункты. Мы даже выезжаем в амбулаторию и прививаем. Прививаться надо вовремя, до октября-ноября месяца. Сергей Соболев, пока шел прямой эфир, отвечал на звонки телезрителей. Вопросы задавали самые разные. В том числе и куда обращаться жителям того или иного сельского поселения. О трудностях записи на прием к врачу по телефону или через интернет. Что касается записи по интернету и записи по телефону. Вы знаете, мы ввели запись по интернету и действительно талоны разбираются быстро. Это не от того, что запись по интернету работает плохо. Это, к сожалению, связано с дефицитом тех специалистов, которые есть. Дефицит, он с каждым годом усугубляется, это надо признать честно. Поэтому и талоны, и записаться, к сожалению, пока проблематично. Мы это знаем и стараемся увеличивать количество талонов, которые мы выдаем на первичные осмотры. В заключении встречи главный врач отметил, что его задача состоит в том, чтобы доброе отношение к пациенту и качественная медицинская помощь всегда населением воспринималась как должное. А конфликтные ситуации или недовольства должны быть сведены к минимуму. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, телеканал Ореол.